здравствуйте друзья мы тут со светой совершаем субботний шопинг и то есть дождик то нет дождика то есть дождик то нет дождик может и надолго во всяком случае я хочу сказать что кремниевая долина стала в некотором смысле напоминать подмосковье москву и подмосковье пошел от когда мы там жили все ребята есть дождик то нет любой момент месяц два дня но у нас вот это москва и подмосковье вот она продолжается уже на месячишка у нас называется эль-нине на самом деле у нас очень хорошая погода в том смысле что обычно все дожди выливаются за ночь а потом днем хорошая погода это вот очень необычно что это самое что вот идет дождь днем когда больше того обычно дожди происходит в течение двух месяцев в году зимой поэтому и грибной сезон у нас зимой не как у людей нет но обычно бывает так вот вечером уже поздно темно начинается дождь он льет всю ночь а к утру как раз к 8 часам уже вот смотрите вот уже это небо уже ясно этот тоже сейчас видно впереди там вот так что этот необычный дождь сегодня поэтому даже на дачу не поехали вот а будем веселиться с нашими детками да в общем решили побыть дома с учетом дождей налево шесток тут какая странная плаза китайская тут пример запутаешься у них да только знаете вот это вот бывает только уже все приготовились жить без воды знаете уже повыдергали свою траву засыпали каменюками покрыли короче как сделали каменные ручьи проложили тропки оранжевым таким аризонским камнем это же есть управление реальностью сняли важность до положили камня и тут сказали ну нет дождей так нет и полилось вот это есть управление говорят что нам одной эльнинии вот пишут всегда есть пессимисты пессимисты год одной эльнинии нам не хватит нам нужно лет пять вот так дождило ну вот когда мы приехали тоже была очень сильная засуха тоже она продолжалась не один год а потом сколько-то лет подряд дождило и как бы было все нормально то есть калифорнии не было проблем с водой так ну вот теперь вот и считай что наверное вот я помню последние такие очень сильные дожди лились вообще не переставая неделями это когда было когда мы строили дом в лос-алтес каждый раз когда не надо может быть нам каждый год что-нибудь строить и дождей не будет нет а у нас как раз все очень хорошо было мы как раз зашли под крышу да и делали внутреннюю отделку на все было в порядке и пошли как полилось вообще то есть днем и ночью неделями просто в принципе на самом деле проблемы нехватки воды это не проблемы перенаселенности там или чего-то потому что население потребляет очень мало воды даже с поливом газонов население потребляет очень мало воды по сравнению с сельским хозяйством которые у нас очень интенсивно и они безусловно вот это вот рационирование воды которые у них есть снабжение фермеров водой она не была разумно сделано потому что у нас например выращивается очень много риса в калифорнии что ж ты рис калифорнии выращиваешь выращивай но в конце концов можно во первых привезти откуда-то он недорого стоит там из таиланда я не знаю там из индии из китая но но выращивать в калифорнии где вода в общем-то ну не никогда не была такой роскоши сколько хочешь столько есть и они выращивают если бы за воду цена была другая или скажем за перерасход воды сейчас уже да уже сейчас делали прогрессивную шкалу так же как раньше было на электричестве на электричестве ты говоришь про граждан а я говорю про сельское хозяйство тоже тоже и сегодня вот видишь и выращивают и совсем без воды дриперами народ экономит конечно сегодня воду а вот но у нас благодаря вот этому дождичку уже сегодня продолжаются у нас посадки и вот как мне людей друзья не людей да не люди разъеме у нас вот такая красота вот только станет тепло у нас все это зацветет буйным цветом и должно быть очень и очень неплохо махровым цветом не махровым она будет разноцветием буйным разноцветием ну хорошо значит расскажи мне пожалуйста вот то что у нас на бык ярде сейчас высаживается это вот третья суббота уже пошла им сколько еще суббот надо ну в принципе они сегодня должны закончить в общем-то нет налево единственное что единственное что там и одну пихту присматриваем такую карликова как куда же налево-то ну вот там вот туда вот туда ничего себе ничего себе мне кажется что учет мы нарушили нет 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 так положено ничего себе и осталось то машину можно я что-то я не вижу так штуку а он говорит что вот они он запросил все вот эти вот нерсериз нерсериза что-то он пока не может найти мы с ним договорились так дело в том что тут тоже очень интересный три вот эти все хвойные и вообще деревья которые растут большие они растут большие просто потому что их корням есть куда расти если взять обычное большое дерево и не высаживать его открытую землю держать его в катке а также выращивают домашние пальмы там всякий домашний держать в грунте но в катке в катке то она не вырастет большими и вот мы с ним договоришь если он не сумеет найти вот такой вот карликовую ели лепихту как он называется клуба или гель то он просто купит ту которая потенциально может вырасти большой но мы не будем пересаживать из катки прямо закопаем землю в катке по-доброму чтобы она не росла сильно тогда она может ветром перекинуться в этом что маленькая здоровая которая большого вот а так у нас там растут эти самые расскажи называется опять эти меня были склероз уже вот это что все эти растут красивые вишни сакура сакура так у нас тоже растут сакура вот у нас будет сакура плакучая плакучая сакура когда она будет свистеть то вот эти ветки это плакучие сакуры будут опускаться в наш вот этот вот ручей я боюсь ошибиться но мне кажется у нас лусалтус такая была нет лусалтус нас точно сакура не было а вот у нас было подобие какой-то сакура но это было что-то другое здесь направо да это было по саратубе там действительно цветловишня какая-то но я не знаю была ли она сакура потому что у нее были красные листья а вот здесь он сказал пропускаю мужика что будут листья зеленые ему мало было чтоб я его пропустил но что еще вот он сегодня привез маленькую травку не знаю ты снимал ее или нет вот то что у нас ползучие ползучие снимал они очень коротенькие и они больше трех инч и не растут в высоту еще он сказал что он будет сажать в одно место по три кустика специальные дырочки там вот в камнях если ты показывал вы сверлены дырочки специально нет я даже и первый раз слышу что в камнях в этих камнях просверлены дырочки вот в эти дырочки сажаются эти растения подожжая полив или они сами как на ней очень такие устойчивые вот и они потом расползаются по этим камням и будут вот так свисать с этих камней то есть но камень то видно будет или как посмотрим как оно будет но я ожидаю что будет интересно уже сегодня бакьяр конечно приобрел уже такой более живенький вид и это наша задача была чтобы оживить его и сделать веселеньким такой вопрос когда все это примет некий ну внешний вид когда у него станет такой вот что можно сказать что мы вышли так сказать на расчетную производительность ну что вы уже видите ли мы не собираемся что там производить поэтому я вообще не могу условного производительности там нет красота 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 начинается уже вот этой весной вот когда все зацветет будет красота но конечно займет еще несколько лет пока пусты вырастут закроет забор и пока деревья подрастут в полную силу и так далее займет несколько лет но красота будет уже этой весной свечка такой вопрос вот казалось бы мы живем в таком климате мы можем посадить гранаты мы можем посадить хурму мы можем посадить грецкие орехи фейхоа я уже абсолютно любые цитрусовые но мы там лимончик посадили я напомню под коньячок почему посадили лимончик и только лимончик да что лимончик никто не ест кроме нас нет конкуренции никакой борьбе за лимоны так поэтому мы сажаем лимоны потому что все остальное во первых идет компетишен вместе с белками то что белок тут немеряное количество это во-первых а во-вторых то что белки не доели она все падает на землю и имеет в общем-то неприглядный вид а вот такой вопрос все-таки тут очень много цитрусовых у людей вот я имею ввиду и мандарины и грейпфрут и апельсины и ты хочешь сказать что-то все подъедается кем-то то есть что-то что-то подъедается а что-то падает на землю и гниет и дело в том что в магазине ты всегда купишь более вкусное по вкусу чем то что вырастет у тебя на гербе очень редко когда у тебя вырастешь ну конечно если подумать об абрикосах или персиках эти конечно превращаются просто в кашу настоящую когда падают и самое главное когда они гниют нас там когда мы дома купили там росла вишня я думаю как здорово наконец нас будет фруктовое дерево но когда я увидела что падают эти причем дерево было очень высокой собрать это все не было возможности нужно лезть с дерева не сам роду она высокая старая была а когда это вот вся это не вишня была это слива была слива и когда это слива падала я думаю откуда видишь мнение слива и когда она падала и лежала вот таким слоем на земле и пчелы осы и пчелы вообще покром там нельзя было наступить то есть наступишь и точно укусит не сторонник никаких таких фруктов они задают грязь и в общем это все никому не нужно все все доступно в магазине а вот простенькое типа яблочки не надо тебе эти красивые яблоки у соседа растут эти яблоки они только сыпется к нам и грязь создают его яблоки зачем когда мы можем купить и яблоки которые хотим магазин то есть в декоративном смысле она уже цветет яблоки значит в декоративном смысле нет нет никакого основания белки не пушат они приехали уже ага это нам на драйввейче кто-то уже заехал ну да в общем друзья мы с вами прощаемся и отправляемся на встречу с родственниками до скорых встреч а